Хешки, ребятки, с вами Лекс, и сегодня опять играем с Лизеревой, давайте сменим скин на еще один майнкрафтовский скин, это у нас будет овечка, розовая овечка, я вроде бы за нее вообще ни разу не играл, но она довольно-таки прикольная, но у меня почему-то есть усы, я на это никогда не обращал внимания, но у этой розовой овечки есть усы, это нормально? Вообще, по-моему, по-моему, не особо. Ладно, начинаем, вроде бы зашло, вроде бы без проблем, а то обычно бывает перекидывает, но вы сами это знаете, я думаю, смотрите, весь топ почти забит Лексами, это очень круто, мне это очень радует, и смотрите, здесь два даже чувака с ником Муранмо, который очень часто ставит рекорды, который очень часто ставит рекорды, вы, наверное, могли его видеть уже неоднократно, он играет по тактике большого круга и тащит, просто постоянно тащит на протяжении нескольких часов, просто крутится, крутится, крутится и выигрывает. Ладно, передаю привет тем, кто сделали репосты в группе ВКонтакте, это, во-первых, Елена Суботина, во-вторых, Виктория Радченко, или Радченко, я не знаю, как правильно произносить, если что, исправь меня в комментариях, где бы то ни было, это на Ютюбе, либо ВКонтакте, и также Костя Ткачук. Спасибо, что вы делаете репосты, спасибо, что вы играете вместе со мной, спасибо, что вы до сих пор есть. Настя Винчестер, Вета, вам тоже приветик, рад вас видеть, спасибо, что вы здесь. И все, кто в топе, это вообще отдельная история, они вообще все молодцы, там, кстати, и Вета, и Настя Винчестер, и Король, и Вик, вообще красава, молодцы, все молодцы. Ладно, давайте, что, идем в центр, наверное, попробуем там, за розовую овечку затащить, смотрите, сколько ботов, кто-то вот, я постоянно захожу в эту игру, и кто-то постоянно спаунит этих ботов, видимо, они бесплатные, возможно, вполне вероятно, вот эти вот боты бесплатные, и их кто-то просто-напросто спаунит постоянно, либо это просто реклама специально этого сайта, чтобы люди покупали именно на этом сайте ботов, вполне вероятно. Поэтому они везде как бы и есть, почему бы так и не сделать, действительно, очень такой интересный ход, ход рекламный. Воу, серьезно, он просто отдал мне свои, свои эссенции, я живой, ребят, все нормально, не беспокойтесь. Так, хорошо, потихонечку сейчас будем подниматься, у меня уже две тысячи, я просто гигант, я просто неимоверно огромная розовая овца. И ищем, ищем цели, я думаю, то, что даже если мы найдем первого чувака, который на первом месте, мы его не убьем. Жулик, привет, рад тебе вид, спасибо, что ты здесь. Воу, и, конечно же, я ничего из этого не взял, хотя я возьму, возьму, немножко. Давайте ждать, пока кто-нибудь умрет, вот этот зеленый должен умереть, просто обязан умереть. Блин. Воу, а умер красный, который был рядом. Ну, тоже неплохо. Так. Пацан. Как, как, что за ник? Пацаналка? Пацаналка. Я не знаю, в общем, что у тебя за ник, но привет тебе, спасибо, что ты здесь, спасибо, что играешь в моем клане, я тебя очень рад видеть. Я тебя, потому что вижу впервые, и такой странный ник, я не знаю, я даже не знаю, как его произнести. Напиши мне в комментариях, где-либо, я не знаю, где ты можешь написать, я буду рад. Да, именно тебе пацаналк, пацанник, пацанчик, может быть. Привет, рад тебя видеть, спасибо, что здесь чувак, или дичевиха. В общем, парень или девушка, тоже можешь мне написать это в комментариях, вконтакте, ссылочка есть в описании, шоп-канала, переходи, обязательно пиши. Только досмотри, не погибни, потому что нам уже этого не нужно. Да, черт возьми, вы это видели? Охренеть. Веншао, здорово. О, еще вкусняха. Развернулся. Аллилуйя, я еще, кстати, не в топе, это меня немножко раздражает, потому что, господи, ну сколько можно? Я вроде столько сажал уже. Столько не жут, сколько я съел. Так. Ботик. Блин, ну столько здесь эссенции, я взять ничего не могу, обидно даже как-то. Так, бьюти, молочинка, приветик тебе. Тоже в топчике она. Воу. Ну, ждем, ждем, пока кто-нибудь погибнет, потому что мне кажется, на самом деле, то, что здесь кто и погибнет, так это я. Почему? Потому что у меня лагает. Да? У меня сейчас было, наверное, FPSA2, и я потому что ничего не мог сделать, он тупо туда-сюда, туда-сюда, дрыгался, и я, ну, я не знаю, ребят. Это просто потрясающе. Ну, было все офигенно до того момента, пока я вот не поехал навстречу этому говнюку, и я очень заметил, очень заметил то, что перед смертью вас лагает еще больше. То есть, перед смертью вы лагаете в миллион раз больше. Joy Girl, приветик, рад тебя видеть, спасибо, что ты здесь. Фух, я уже думал, я умру от этого бота, который едет просто прямо. Фух, опасно, тяжело, жесть. Так, ну, ты же мог убить этого чувака. Что ж ты просрал этот момент, или это просто бот был? Видимо, это был просто бот. Ладно, ладно. Я вот тоже не попал сейчас по этому чуваку. Так, огромный червь. Это наша цель. Сегодня, здесь и сейчас мы убьем этого гиганта. Ладно, не сейчас, может быть, но убьем. Я на 25% уверен. У меня 65 массы, и я уверен, что у меня есть возможность убить его. Просто. Я не знаю, зачем я кручусь рядом с ним, потому что вероятность, что я его убью, очень мизерная. Вы сами видите, почему. Я думаю, он тоже видит. Так, давайте, давайте, давайте. Едем, 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 едем. Все, он потерял свой круг. Это победа. Спасибо всем, кто смотрел меня. Надеюсь, вам понравилось. Но это было круто, действительно. Еще одного убили. Ну, потому что я ждал, ждал, пока он ошибется и все-таки разомкнет свой круг. И он сделал ошибку. И вот, видите, к чему это привело. Это приводит всегда к смерти. Если вы играете по тактике большого круга, запомните. Не размыкайте свой круг, не размыкайте. Как вы только разомкнетесь, скорее всего, вы погибнете. Потому что очень тяжело потом привыкнуть к тому темпу именно игры. После тактики большого круга. Потому что все очень быстро идет. Вы уже отвыкли от этого, потому что вы на протяжении долгого времени крутились, крутились, крутились в одном направлении. То есть делали только одно и то же движение. А потом вы решили резко куда-то вернуться. В то время, когда другие человеки, которые были рядом с вами, они были готовы к этому моменту и стараются вас убить. Вот к чему я веду. Так, это кто такой? Копенгаген, господи. Я говорю, ребят, вы вообще там с соображением у вас все нормально. Потому что чем больше я играю в игру эту, чем больше я прошу вас вступать ко мне в клан, тем больше я вижу людей с офигенно сложными никами, которые... Ну ладно, Копенгаген не такой уж сложный, но прочитать-то его сложно. Лиока, приветик, рад тебя видеть. Спасибо, что здесь, спасибо, что играешь, спасибо, что вступила. Или вступил, я думаю, что вступила. Ну, может быть, я ошибаюсь. Но напиши мне, пожалуйста, в группе ВКонтакте. В комментариях. Я хоть буду знать, кто это. Ну и вот, Копенгаген. Я прочитал твой ник. Вик, если бы я не знал такого слова, я бы навряд ли прочитал. Так, хорошо, 6000. Розовая овечка. Мы, я, кстати, говорил то, что я убью того гиганта, я все-таки его убил. И меня это, как минимум, радует. Вика, Анну, приветик. Блин, опять умер большой. Хоть и не совсем большой, но умер. Я, как всегда, не рядом с ним. У меня 7000, алло. Будет топчик-то сегодня. Давай, умирайте кто-нибудь. Алло. Огромный черви. Потому что мне рисковать тоже неохота. Так, вот это я возьму. Вот это я возьму, отлично. Вот в чем минус. То есть, вот этот Мором Моа сейчас по тактике большого круга катается, катается. А дело в чем? То, что он видит эти эссенции, которые были рядом с ним, но ничего не может с этим сделать. Потому что разомкнется и проигрыш, скорее всего, будет. Вот в чем самое печальное этой тактики. Но то, что рядом с вами появляется, это очень круто. Бугага, привет, ротерец. Спасибо, что ты здесь. Спасибо, что играешь вместе со мной. Очень рад, очень рад видеть тебя. Так. Богдан, тебе тоже респект. Блин, жесть, жесть, все опаснее и страшнее играть. Смотрите, маленькая такая сопля. Правда, она умерла об меня, но очень все равно опасно. Вот даже подходишь к ней и думаешь, блин, а если она сейчас прыгнет как резко и убьет тебя, даже как-то, блин, не по себе становится, проезжая вместе, ну, рядом с этими говнюками. Виншаоо. Приветик тоже. Что-то я не заметил, что ты в топе. Ну что, давайте попробуем убить этого огромного чувака. Только не получится, к сожалению, мне его убить. Потому что он слишком огромный для меня. Мне нужно его зажимать. Но зажимать уже не получится. Если он подъедет в эту сторону, то да, может быть еще что-нибудь получится. А так здесь, смотрите, довольно-таки много, большое количество больших червей. Как бы это ни было странно. Я прямо не знаю, как мне вылезти вообще. И отсюда. Лайк, привет. Блин, вон там огромный червь умер. Я, конечно же, тоже. А нет, немножко я должен взять. Офигеть, ну вы это видели? Да, да, не лагает, согласен. Хорошо. Это, я думал, на самом деле, сейчас вот этот зеленый рискнет, все-таки пойдет обхватывать меня. Но нет, не рискует пока. Потому что здесь риск будет, ну, не знаю, особо ли он будет оправдан, потому что... По сути, очень много очков он потеряет. Ну вот он очень много очков потерял. Так, я живой. Я живой, черт возьми. Ну, это офигенно было. Ну, я же говорил, он рискнул. И этот риск, к чему его привел? Все верно, к смерти. Ну, стоило, стоило того. Если у вас... Знаете, вот есть такая фраза, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Но можно так рискнуть и всю жизнь не пить шампанское, потому что, господи, мало ли что произойдет. Так что риск, это не всегда оправдан. Если он оправдан, действительно, панель пропал. Многие тоже говорят вот такую вот фразу. Есть такая вот поговорка, я не знаю, как правильно. Да, если он оправданный риск, почему бы на него не пойти? Но, господи, он не всегда же есть оправданный. Вот сами подумайте, если вы умираете, это разве стоило того? Я понимаю, риск, если вы... Ой, 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 Пашок, ну, господи, приветик, да. Риск, если вы маленький какой-нибудь червячок... Ну, Пашок и погиб. То у вас есть возможность там убить какого-нибудь большого червяка. Да, почему бы не рискнуть? Вы не тратите много очков, если вот связано с игрой сейчас говорить конкретно. Вы не тратите много очков, и почему бы не рискнуть? А когда вы там огромный червь, там, 30 тысяч, 20 тысяч, не знаю, ну, хотя бы. Это уже риск, потому что 30 тысяч, это уже максимальный червь, размер червя. Дальше вы уже не вырастите. Вы можете просто набивать очки дальше, а ваши размеры вашего червя уже меняться не будут. То есть это тоже нужно понимать. Так, хорошо, мы видим огромного зеленого, но мы не пойдем на него, потому что здесь умер зеленый поменьше. Третье место уже на Севенчестер Молочинка вообще. Поздравляю тебе, это второе место. Осталось только вот этого вот, просто согнать сейчас с топа. Вот этого чувака, который большой круг там крутит. Ну, либо просто его взять в плен. Я, кстати, сейчас попробую. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует... 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 Всем добра!